Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камиль Гемоздинов. Мы расскажем вам о событиях из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ прошел прямой эфир по вопросам нового учебного года. Студентка КФУ выиграла грант на 1 миллион рублей. Студентка из Африки записал песню обращения для Владимира Путина. 20 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. В ходе своего 12-го заседания депутаты рассмотрели 26 вопросов. Переходим к другим новостям. 20 августа на канале Универтв прошел прямой эфир, посвященный вопросам нового учебного года в КФУ. Гостями студии стали проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. О том, какие темы поднимались в эфире программы, наш следующий сюжет. 20 августа на телеканале Универтв состоялся прямой эфир, посвященный вопросам нового учебного года в КФУ. Об особенностях будущего обучения в ВУЗе, а также заселений в общежитии КФУ ответили проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. Одним из наиболее значимых вопросов, как от студентов, так и от преподавателей ВУЗа, стал вопрос, в каком же все-таки формате будет проходить учеба. По словам Таюрского, учеба начнется 1 сентября и проходить будет в смешанном формате, очно-дистанционном симбиозе. Учебный год в КФУ мы начинаем 1 сентября. Мы организуем весь образовательный процесс в так называемом гибридном формате. Студенты, которые находятся в Казани, они очно, или офлайн, как теперь принято говорить, присутствуют на занятиях в аудитории, но из аудитории идет трансляция через Microsoft Teams, той платформы, которой мы пользуемся во всем университете, этого занятия, так что студенты, которые находятся вне Казани, вне Российской Федерации, могут присутствовать на этом занятии. Помимо этого, проректор заявил, что в целях безопасности всего университета аудитории будут заполнены не на 100%. В каждом институте будет установлена система дезинфекции воздуха, а также в университете продлится масочный режим. Специально для этого всем студентам в течение сентября будут выданы многоразовые маски. Таюрский же обратился к студентам с просьбой оставаться дома и посещать лекции в дистанте, если кто-то почувствует недомогание. Мы обращаемся ко всем студентам и преподавателям, естественно, тоже с просьбой проявить сознательность. Если вы чувствуете некоторое недомогание, чувствуете, что у вас есть, может быть, небольшая температура, пожалуйста, останьтесь дома, останьтесь в общежитиях. Именно для этого вводится вот этот гибридный режим образовательного процесса, что даже оставшись дома, вы всегда сможете подключиться к занятию. Также во время прямой связи многих зрителей интересовали вопросы касательно заселения в общежитие. В этом году в общежитие въедут более 14 тысяч студентов. Заселения для первокурсников контрактной формы обучения пройдут с 1 по 4 сентября. Бюджетники смогут разместиться с 27 по 29 августа. Все остальные студенты КФУ расселятся в общежитие студенческого городка с 24 августа по 4 сентября, а уже в деревню Универсиады с 24 по 26 августа. Более подробную информацию о заселении можно будет получить на сайте КФУ. Все списки, что определяется, кто где проживает, в каком общежитии, то есть кто в деревне Универсиады, кто в общежитиях студенческого городка, в каком именно общежитии номер, то есть или на Пушкино проживают, или там в других общежитиях, это все определяется с жилищно-бытовой комиссией института. Списков нет пока до сих пор в некоторых институтах, в связи с тем, что еще не определено точное количество студентов первого курса, сколько их будет, сколько будет количества иногородних. Но в ближайшее время, в любом случае, эти списки, кто где будет проживать, они появятся, потому что уже с 24 августа начнется процесс заселения. Как отметили гости эфиров, всем иностранным студентам, приехавшим из-за границы, перед посещением вуза нужно будет высидеть двухнедельный карантин, специально отведенным для этого местах. На 14 дней будет определена комната временного проживания. Здесь у нас есть специально выделенное общежитие, одно из общежитий, где у нас уже проходили все карантинные дни для студентов, которые выезжали в течение лет и по тем или иным предметам возвращались. На Оренбургском тракте у нас есть общежитие специальное для таких мероприятий. Полную версию программы можно будет посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в записи на телеканале Универ ТВ. 22 августа в 19 часов 15 минут по московскому времени. Леев Диденко, Универ Ньюс. 19 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров посетил с рабочим визитом Дрожженовский муниципальный район Татарстана. Визит составился в рамках проведения ежегодного республиканского августовского совещания работников образования. В ходе выступления на совещании ректор рассказал об особенностях педагогического образования в Казанском федеральном университете, а также обозначил, что КФУ – единственный вуз в России, который в своей структуре имеет три общеобразовательные школы и детский сад для детей с расстройством аутистического спектра. Также в сопровождении главы Дрожженовского района РТ Марата Гафарова посетил подростковый клуб созидания в селе Старое Дрожженое, где встретился с учениками 10-11 классов. В ходе встречи он пообщался со старшеклассниками, рассказав о возможностях университета и его перспективных направлениях. К другим новостям. На сегодняшний день для молодежи существует система грантов, которая помогает реализовывать самые смелые и перспективные проекты. Обладателем такого гранта стала и студентка Казанского федерального университета. Смотрим. Студентка четвертого курса, председатель студенческого совета Института международных отношений Казанского федерального университета Алия Минулина выиграла грант на 1 миллион рублей для реализации республиканского проекта «Первая лига». Такая возможность появилась благодаря участию студентки на смене вызовы образования Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Почему именно такая сумма? Потому что многие проекты, которые были поданы там, они направлены на малое количество участников, так скажем, и территориально тоже мало охватывают. Мой проект охватывает сразу несколько городов. Жюри сказали, что безумно интересный проект. Самое интересное, что они вышли с инициативой о том, чтобы в октябре посетить наш проект, сами эксперты приехать из Новосибирска, из Москвы, чтобы увидеть на своих глазах, как творится проект и что из него выйдет. На грантовый конкурс поступило 128 заявок. Победителями стали 30 человек из 25 субъектов России. Они получили гранты на общую сумму более 14 миллионов рублей. Алия Минулина будет реализовать проект «Первая лига». Мой проект – это кадрово-образовательная программа для студентов «Первого курса» Республики Татарстан, которая направлена на студенческое самоуправление и их адаптацию во взрослой жизни. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Пять аспирантов КФУ стали стипендиатами президента РФ. Стипендия назначается по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики и составляет 14 тысяч рублей в месяц. Тем временем казанский рэпер, приехавший из Африки, записал песню обращения Владимиру Путину. О том, зачем он это сделал и почему решил выразить благодарность президенту России в таком необычном формате, смотрите в нашем следующем сюжете. Казанский студент, приехавший на учебу из Африки, записал необычную песню «Благодарность» президенту России Владимиру Путину. Совсем недавно его клип появился на просторах интернета, и он не оставил зрителей равнодушными. 19 августа рэпер Марк Джерамбет посетил высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета и рассказал подробнее о том, как ему пришла идея о таком необычном способе выразить благодарность президенту. Марка поддержали все друзья и тоже приняли участие в создании клипа. Съемки начались еще зимой. Премьера клипа состоялась 8 августа на YouTube-канале молодого исполнителя. К слову, Марк питает огромную любовь не только к России в целом, но и к Казани в частности. Здесь он живет уже три года. Своей песней он поблагодарил и президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. Я все вижу, что он всегда рядом с нами. Марк отлично совмещает учебу и музыкальное творчество. Сейчас он учится по направлению авиастроения и пишет песни на самые различные темы. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok